Эта история произошла в посёлке, который находится в одном из уголков в Сибири, на окраине этого посёлка жила пожилая женщина, которая потеряла всех своих родных и осталась совсем одна, жила у неё кошка Мура. И всё. Как-то мужики ходили на охоту и нашли логово с волчатами, в логове их было трое, они хотели забрать двух, а вот куда девать третьего не знали, но решили, что возьмут, а там кому-нибудь отдадим. Как раз по возвращению из леса они проходили около дома этой женщины, они знали, что она одинокая и очень любит животных, знали, что у них с мужем собаки были и он был охотником, подумали и подбросили ей волчонка. Женщина вышла на улицу и увидела щенка, она сразу поняла, что ей кто-то подложил его, решила, что нужно бы его оставить, хоть какая-то защита, а то живёт на окраине, а тут хоть лаять будет, если что. Волчонок рос игривым и ласковым, любил играть с кошкой, а женщина назвала его Арчи. На новое имя волчонок отзывался и бежал к своей хозяйке. Узнала она, что он волк, в магазине. Одна женщина спросила её, как там у тебя волк поживает. Многие знали, что охотники оставили ей волчонка. Женщина и раньше не понимала, почему щенок не лаял. И как-то на собаку не очень похож, но теперь отдать его кому-то она уже не могла, потому что за три месяца сильно к нему привязалась. Он жил у неё прямо в избе, а зимой чаще всего лежал у порога, потому что ему было в доме жарко. До соседей было очень далеко и разделял их пруд, а в другой стороне везде лес. Так что она выгуливала его каждый день, и он от неё никуда не убегал, он был на редкость добрым хищником. Уходя в магазин, она оставляла его в доме, и он не пакостил, а просто ждал свою хозяйку. Прожили они вместе больше года. Кормить волка женщине было уже было нелегко, ведь ему нужно было много мяса, которое на пенсию она себе не могла позволить купить, обходилась бычком, который был слабый в колхозе и не выживал. Она всегда держала бутылочку беленького, чтобы заплатить мужикам за тушу, они же ей эту тушу и разделывали, брала молоко в колхозе, как пенсионерки давали за копейки, ведь времена Союза ещё были кормила крупами и дробленной пшеницей, добавляла всегда, когда была возможность в еду крапиву, какие-никакие витамины, да и ветеринар хорошим человеком был в колхозе, помогал с витаминами. Однажды по селу прошёл слух, что из колонии сбежали преступники, и якобы они где-то в лесу скрываются, полиция всех предупреждала. Вечером женщина сидела и смотрела телевизор, Арчи и Муря были дома, как она услышала стук в окно, волк занервничал, на что хозяйка успокоила, подумала, что кто-то свои, деревенские. Когда она вышла на улицу, то её сразу ударили по голове, и трое уголовников влетели в дом и остолбенели от увиденного, на них смотрел со звериным оскалом настоящий волк. Когда один из них поднял ружьё, чтобы выстрелить, волк бросился на него, а другие выбежали из дома и бросились к лесу, волк отпустил прокушенную руку. Преступника и бросился за другими, но он остановился и подбежал к своей хозяйке, стал лизать её лицо. Бандит, что был в доме, выбежал, выстрелил в волка и хотел убежать, но волк напрыгнул на него. И если бы не мужики, которые услышали выстрелы, а перед этим увидели незнакомцев, направляющихся к дому женщины, то, скорее всего, волк так бы и оставил преступника там лежать. Волк был ранен в заднюю ногу и женщина принялась бинтовать её, но через несколько минут он всё срывал и зализывал рану. Ветеринар сказал, что пуля прошла на вылет и прописал антибиотики. Через месяц волк был снова бодр и весел, но уже очень настороженно смотрел на любого незнакомого человека, ему и здесь преподали урок, что человек – это самое страшное животное. Бабуля с Арчи зажили как прежде, но теперь он не хотел отпускать её из дома, ведь боялся, что с ней что-то может случиться. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok